Добрый день, уважаемые коллеги! Я Василий Стебельков и я рад приветствовать вас в своей мастерской. Я продолжаю работы по благоустройству своего рабочего места и сегодня я хочу провести эксперимент по поводу эффективности работы инфракрасного обогревателя от фирмы Балу. Я пришел раненько сегодня, здесь еще ничего не нагрето, и я его сейчас включу и буду периодически заходить сюда и смотреть, какую температуру. Значит, у меня гараж 9 метров длиной, поэтому я позволил себе разделить его на две части. Здесь маленькая мастерская 3 на 3 метра, 9 квадратных метров, и там 18, где будет стоять у меня катер. Отгорожен вот такой вот шторой, ну для того, чтобы просто не греть весь гараж. Значит, что сейчас? Сейчас я покажу, как бы я повесил термометр. Вот в этом месте я потом собираюсь повесить автоматический термометр, который будет поддерживать температуру, заданную мне. А второй лежит просто у меня на рабочем месте. Сейчас я покажу температуру. Так, ну вот это термометр на моем рабочем месте, здесь у нас 4 градуса. Здесь у нас 4 градуса. Второй термометр в месте, где потом будет висеть автоматика. Здесь у нас 5 градусов. Вы не смотрите, это у меня пока временно как бы шнурочек, просто для того, чтобы действительно поэкспериментировать, посмотреть эффективность. Значит, я его сейчас включаю и уйду туда, буду наводить порядок и через там 10-15 минут буду приходить, делать включение и смотреть за температурой. Мне интересно все-таки действительно, насколько вот это все реально эффективно работает. Ну что ж, поехали. Итак, уважаемые коллеги, прошло 15 минут. Сейчас будем смотреть на градусники. Значит, на рабочем месте температура стала там 5 градусов, было 4. А здесь, ну, градусники, вы понимаете, совершенно такие, не очень хорошие. А здесь 6 градусов, то есть плюс 1 градус. Все, ну ладно, хорошо. Руками, конечно, я трогать не буду. Так, вот здесь я чувствую тепло, но сейчас я руку могу поднести практически под весь обогреватель. Наверху, ну так, тепленько чуть-чуть. Здесь, конечно, с верхней стороны рука не терпит, но, во всяком случае, тут явно совершенно холоднее, чем с этой стороны. Ну что ж, ладно, выключаюсь и встретимся, ну, минут через 20. Так, ну что, прошло еще 15 минут с последнего включения, ну, или полчаса с начала нашего эксперимента. Проверяем температуру. Так, тут у нас стало, в принципе, осталось так 6 градусов. Ну, чуть-чуть, может быть, больше, чем 6 градусов. А здесь, здесь температура поднялась и стало 8, да, наверное, 8, 8 градусов. Конечно, за 15, за полчаса плюс 2 градуса не очень, наверное, хорошо. Значит, проверяю. Тут уже действительно жарко и руку, наверное, сантиметров 5 у меня уже так тяжело достаточно для руки. И с этой стороны достаточно свободно. Касаться я уже не буду, как бы, но вот рука совершенно тут не чувствует жары. Все в порядке. Отсюда чувствуется, как идет тепло. Ну что ж, будем ждать еще дальше. Но пока я как-то не сильно очень доволен, потому что, ну, действительно, полчаса плюс 2 градуса. Маловато будет. Пока мы проводим наши эксперименты, решил показать вам коробку. Ну, в принципе, коробочка сделана очень неплохо. Тут даже ручка для переноски есть. То есть, все закрывается. То есть, все очень реально, на хорошем уровне. Так, значит, обогреватель. Инфракрасный обогреватель Балу фирма. Его модификация БИХ АП 4.1.0. 1.0 – это мощность 1 кВт. Значит, гарантия 3 года. Сделано в России. Сделана с державеющей стали. Степень защиты АП 54. Вот это, наверное, самое главное. Потому что вот эта защита показывает о том, что этот обогреватель можно использовать в пыльных и влажных помещениях. Как раз это наш случай. Все остальное, как бы, там неинтересно. Так что, в общем, продолжаем дальше. Вот я сейчас, кстати, стою. Вот здесь я даже чувствую тепло. То есть, вот до этого обогревателя достаточно, как бы, тепло. Солнце, назовем так, чувствуется. Ну, что ж, пока пойду дальше трудиться и вернусь к вам еще минут через 15. Ну, что, уважаемые друзья, прошло еще 15 минут. То есть, 45 минут с начала нашего эксперимента. Здесь стало заметно, как бы, заметно просто-напросто теплее. Я сейчас покажу температуру. Так, на рабочем месте у нас 10 градусов. И здесь, в месте, где будет установлен датчик, тоже 10 градусов. Ну, что ж, уважаемые коллеги, забрался я на тубареточку для того, чтобы подвести, как бы, итог. Что хочу сказать. По эффективности, по эффективности работы данный обогреватель, конечно, в общем, троечку я ставлю пока. Потому что за 45 минут плюс 5 градусов температуры маловато. Хотя, прошло тут еще 15 минут, он еще там чуть-чуть, пару градусов надбавил. То есть, в принципе, конечно, он работает, обогревает, но хотелось бы чуть-чуть более эффективно. Значит, ну, нельзя его, как бы, просто списывать и выбрасывать. Почему? Потому что, все-таки, есть у него действительно неоспоримые плюсы. Во-первых, вот это рассеивание тепла идет вполне совершенно в конкретном, как бы, направлении. И при помощи вот этих кронштейнов можно так будет настроить, чтобы было комфортно и тепло работать буквально сразу. Да, то есть, минут через 15 уже, ну, ощущать, в общем, тепло. Вот я стою здесь рядом, и, в общем, достаточно жарко, честно говоря. Видите, он неплохо сделан. То есть, вот эта вся настройка идет очень неплохо. Наверх практически тепло не уходит. Все оно направлено, как бы, в направлении вот этого вот самого обогревателя. Значит, кроме того, этот обогреватель может работать во влажных помещениях и пыльных помещениях. Это наш случай. Рабочий диапазон температуры у него начинается с минус 30. Конечно, при минус 30 я не собираюсь сюда приходить, но, тем не менее, там, если минус 10, он должен работать. То есть, основное количество вот обогревателей, которые я там смотрел в интернете, они все работают там от плюс 5 градусов. Ну, это не зима. У нас все-таки чуть-чуть холоднее. Еще один неоспоримый плюс подобных обогревателей о том, что они, конечно, не едят кислород, в отличие от различных пушек. То есть, здесь он уже у меня работает где-то в районе часа. Совершенно комфортный воздух. Все в порядке. Через, думаю, час работы там любой пушки, ну, башка бы уже трещала просто-напросто по швам. Кроме того, конечно, здесь можно поставить автоматику. Местечко уже я определил. Буду это все выразводить, делать. Это тоже достаточно неплохой плюс. Может работать он 24 часа в сутки. Ну, я тоже как бы не собираюсь это работать тут целыми сутками напролет. В принципе, в общем-то, да, подводя общий итог, хочу сказать. Ну, троечка за эффективность, там, пятерки, четверки, четверки с плюсом за другие какие-то, ну, плюсы этого обогревателя. Ну, общее, конечно, основное, это нам надо же, чтобы он грел. Поэтому, как бы, общую оценку я бы поставил так, 4 с минусом, наверное. Ну, а так что, уважаемые коллеги, заглядывайте, заглядывайте ко мне в мастерскую. Будет очень много интересного. Всего доброго вам. До свидания. До встречи на просторах интернета.